О, приветушки! Добро пожаловать в мир детской одежды. Я не знаю, как по-другому назвать, просто я... Я давно не стирал свою одежду. Приветушки на моей кухне. Сегодня... Мы записываем новое видео, и эта футболка маловато для меня. Я думал, что это мой размер, но когда одел, оказалось, что совсем не по размеру. Ну ладно, мы здесь не о футболках говорить, мы здесь... А для чего мы здесь? Еда. Да, здесь мы ради еды. Итак, а что же приготовить на День Благодарения? Ведь это один из тех праздников, когда по непонятным причинам абсолютно все думают, что обжираться это нормально. И это один из моих, кстати, смертных грехов, чревоугодия. Да, я вам серьезно говорю. Если вы дадите мне очень много жратвы, я буду обжираться, пока мне не станет плохо. Я проходил через это неоднократно. Я лично думаю, что это талант. Джена видела это своими глазами. Она была впечатлена. Я пожираю все, как собака. И так как речь у нас зашла о празднике сегодня, то тема праздников так или иначе связана с пожиранием чего-либо в огромных количествах. А это моя тема. В общем, добро пожаловать в этот эпизод. Кстати, есть еще много всего, что нам следует попробовать приготовить. Это просто лучший сезон. Я уже говорил вам об этом. Сегодня мы будем готовить праздничное блюдо, которое технически нельзя рассматривать как эксклюзивное блюдо, потому что оно подходит для множества других случаев, не только для благодарения. И мне кажется, что оно является неотъемлемой частью праздничного стола именно на день благодарения. И это кукурузный хлеб. Кукурузный хлеб это... ну, это хлеб, и у него очень интересный вкус. Если ты когда-либо пробовал кукурузный хлеб, а я уверен, что большинство из вас его уже пробовали, потому что он довольно-таки популярен, и многим он нравится. Так вот, если ты уже пробовал, то можно сказать, что он почти сладкий. Это пикантное блюдо. Ты можешь намазать его маслом или чем-нибудь другим, что обычно мажут на хлеб. Можешь добавить чили или использовать как аперитив. Стоит отметить, что в нем всегда присутствует сладкий привкус, несмотря на то, что он не является десертом. Я думаю, что это очень круто, потому что прежде всего я фанат углеводов. Они мне очень нравятся. Есть еще кое-что интересное об этом блюде, по крайней мере для меня. Это то, что это блюдо относится к маленькой категории блюд, в основе которых лежит кукуруза или ингредиенты, базирующие на кукурузе. Я не большой фанат кукурузы, понятно? Я уже говорил вам об этом. Это просто не мое. Все, я могу насладиться уличной кукурузой, как и многие другие, но я не стану добавлять кукурузу в свой рацион, если у меня нет надобности на это. Мне кажется, что это весьма странная еда. Сама по себе, без добавления приправ и масла, она не очень-то и вкусная. В общем, мне не нравится кукуруза. Так что я здесь в какой-то степени сейчас проявляю отвагу. Я на пересечении двух миров, выпечки и кукурузы. Две вещи, в которых я действительно плох. Хочешь кукурузного хлеба? Да, я люблю кукурузный хлеб. Дженна сказала мне, чтобы я поместил кусочки кукурузы в наш хлеб. А я такой, не, это пипец, как стрёмно. А чили ты тоже будешь делать? За кого ты меня принимаешь? Чили с кукурузным хлебом. Я еле как смогу сделать что-то одно. Как ты можешь ожидать от меня чего-то большего? Чили с кукурузным хлебом. Что насчет просто кукурузного хлеба? Чили. Пожалуйста, прекрати этот чили-танец. Чили с кукурузным хлебом. Снято. Стоп, камера. Знаешь, кому еще нравится кукурузный хлеб? Моей маме нравится кукурузный хлеб. Так мы прибережем немного, она приезжает на следующей неделе. Итак, Дебби, машина сегодня готовим для тебя. Моя мамочка любит кукурузный хлеб. Нам тоже нравится. Давай замутим хлебушка. Нам тоже нравится. Замутим хлебушка. Тоже нравится. Замутим хлебушка. Можешь добавить кусочков кукурузы в него? Нет, это глупо. Уходи давай. А можешь поместить их обратно в початок? А попкорном можешь посыпать? А? Готовим кукурузный хлеб на початке. Мой су-шеф. Здрасте. Хочешь попробовать кукурузный хлеб? Хочешь попробовать, а? А мой су-шеф дебил. Почему ты так тяжело дышишь? Мой су-шеф дебил. Мой тоже. Я увольнял её несколько раз. Всё, что она делает, это ворует еду. Эй, ты не должна вырвать с места работы. Ладушки, шаг номер один. Ставим кокосовое масло на стол и... А-а-а-а, су-шеф. Нет, нет, ты его испортишь. Она слишком много хлебнула. Она слишком много хлебнула. Хорошо, что это никто не будет есть, кроме нас, так как это нарушает все санитарные нормы. Санитарный надзор, не смотрите это видео. Если вы уже начали смотреть, срочно отключайте. Серьезно, если есть кто-то санитарного надзора, то мы будем все уволены. Итак, разогреваем печь до 370 градусов по Цельсию. Жулиан! По-моему, большевато. 8 на 8. Да, большая. Вот. Вот она, родимая. Но вы можете использовать 8 на 8. А это 22,9 на 22,9. Сегодня мы будем использовать наш миксер для приготовления. Я очень рад этому, потому что мы его уже давно не использовали. Сначала мы добавим наши сухие ингредиенты. Смешаем их как следует, а потом добавим все остальное. Итак, сейчас будем заниматься выпечкой. Всем внимание, это очень важно, чтобы вы были внимательны. Итак, мука. Берем нашу муку общего назначения. Берем стакан с четвертью. Плюс-минус. Думаю, это сойдет за стакан. Бам, изи. Легче не бывает. Итак, кукурузная мука. Нам нужна обогащенная кукурузная мука. Прям богатую кукурузой. Ее нам нужно примерно один стакан. Вы только посмотрите, прекрасно. Мука заряжена. Берем две трети стакана сахара. Примерно вот так. Сюда. Чайную ложку соли. И порошок для запекания. Одну столовую ложку. Отлично. Он поможет нам запекать. Итак, сейчас все перемешиваем, чтобы все превратилось в одну красивую кукурузно-стильную жижку. И вдобавок ко всему этой я еще закину немножко, немножко. Я знаю, что вам кажется, что я съехал с катушек, раз опять взялся за выпечку. Но наши требования к блюдам постоянно уникальны в какой-то степени, потому что нам нужно сделать все без глютена. И это означает, что нужно добавлять что-то еще, чтобы ничего не развалилось. Я не знаю. Я просто хочу иногда делать все по-своему. В общем, добавляем немного экспендекса. Совсем, совсем немного миндальной муки, потому что я не собираюсь следовать рецепту неукоснительно. Примерно две столовых ложки миндальной муки. Я думаю, что она придаст всему хорошую структуру, потому что миндальная мука очень хороша для запекания. И плюс ко всему она придает очень крутой вкус чему угодно. Вот что получилось. Отлично. И сейчас мы приступим... Кажется, я потирал взбиватель. Кто-нибудь из вас видел его? Ладно. Сухие ингредиенты уже внутри, теперь перейдем к мокрым. Начнем с нашего заменителя яйца. Примерно, как всегда по старинке, на глаз. Это будет некая симуляция сырого яйца. Что мне нравится в этом рецепте, так это его простота. Просто на глазок закидываешь все понемногу и надеешься на лучшее. Ладно, наш заменитель яйца готов, теперь нам нужно растопить наше кокосовое масло. Мы взяли одну треть стакана, в рецепте сказано добавить рапсовое масло, но я хочу использовать другое. Еще нам понадобится овсяное молоко, в рецепте указано миндальное молоко, но я буду использовать овсяное. Нальем стакан с четвертью. О боже, я чуть не навернул нашу чеплаху, наполненную кокосовым маслом. Господи Иисусе. Ладно, стакан с четвертью овсяного молока. Заменитель яйца. Самая странная херня в наших приготовлениях. И наше кокосовое масло. Начинаем миксовать, детка. Вы только посмотрите, наш миксер выполняет за нас всю работу. Красавчик. Давайте попробуем. Оу, детка! На вкус отлично, даже очень неплохо. Не на что пожаловаться. Единственная проблема, я не знаю, будет ли этого достаточно для нашего противня. У нас может получиться плоский кусок хлеба в нем. Возьму-ка я другую штуковину. Наверное, может использовать вот эту. Давайте-ка попробуем. Да, остановимся на ней. Я знаю, что этот рецепт очень простой. Но несмотря на это, во-первых, мне кажется, что на вкус он таким и должен быть. А во-вторых, мне кажется, что это один из тех рецептов, где ты можешь испортить все, добавив всего лишь один неподходящий ингредиент. Надеюсь, что мы этого не сделали. Что ж, посмотрим. Вот наш хлебушек. Большая хлебная кругляха. Будем запекать его в течение 20-25 минут. Потом проверим, готов ли он, воткнув зубочистку в центр. Получается как надо. Это предельно простой рецепт, но опять же, мы должны делать все правильно, несмотря на то, что он легкий. Мелкие детали очень важны. Кто хочет лизнуть в ложечку? Хочешь лизнуть немного? Не стесняйся. Я не знаю, увидимся через 25 минут. Надеюсь, что не выйдет ужасно. Если что, вы сами на это подписались. Окей, прошло примерно 25 минут. Эй, Гугл, сколько еще времени осталось? Ладно, сейчас оттыкнем зубочисткой в центр и посмотрим, выйдет ли она чистой или нет. Она не вышла чистой, она вышла вкусной. Думаю, еще минуты 3 или 5. И он будет полностью готов. Стоит сказать, он значительно увеличился в размере. Когда я выливал все на противень, это из-за него примерно половину объема противня. А сейчас все вылезло наружу. И я думаю, это многообещающее. Не знаю, я не хочу загадывать заранее. Пока наш хлеб еще не вылупился до конца. Что? Но меня не покидает чувство, что этот рецепт один из тех, которые мы осилили с первой попытки. Это был первый раз, когда я делал кукурузный хлеб. Никогда не делал ничего подобного. Все очень легко получилось. Я не знаю, но по какой-то причине я всегда думал, что кукурузный хлеб очень сложно приготовить. Но судя по тому, как тут у нас все проходит, весьма легко. В общем, посмотрим, если это действительно так легко, я сделаю его потом еще разок. И потом еще разок, и потом еще, и еще, пока не умру. Только кукурузный хлеб до скончания века. Я сяду на 100% кукурузную хлебную диету. Это мой новый фитнес-план, и диета называется кукуру... Ооо, вы только взгляните на него, он прекрасен. Божечки мои, получилось ли у нас? Я думаю, что прежде всего стоит отдать должное внешнему виду. Вы только посмотрите, просто превосходно выглядящий выпеченный хлеб. Он не... он нехило так увеличился. Я очень впечатлен тем, как он подрос. Не знаю, стоит ли нам резать его, а? Он отлично выглядит. Мне нравится. Как всегда, припеклось наверху, и, мне кажется, выглядит так, как и должно. Теперь единственный вопрос, как нам достать его оттуда. Интересно. Что если мы сделаем вот так? Хорошо. Ооо, он вываливается. Не рекомендую делать то же самое, метод не рекомендуется применять. О боже, не хочет выходить. Зацените. Боже, нам удалось. Пару кусочков отвалилось, но ничего страшного. Все норм. Я начну его резать, пожалуй, потому что у меня уже не хватает терпения. Ооо, детка. Посмотрите, что мы замутили. Выглядит потрясно. Когда последний раз наша еда выглядела нормально, а? Че происходит? Почему было так легко? Все держится как надо. Попробуем кусочек. Че за нахер? Это было просто изи. Получилось бомбически. Обязательно приготовлю это на день благодарения. Ну вот. Таким образом, мы должны готовить кукурузный хлеб. Очень легко. Самая легкая выпечка всех времен. Я действительно только сейчас осознал, насколько это было легко. Текстура огонь. Получилось воздушно и в то же время достаточно плотно. У нас получился идеальный баланс сладкого и соленого, и поверхность очень хорошо пропечена, и внутри тоже все запеклось. Ладно, это просто белесима вкуснета. Боже. Я просто счастлив. Каждый раз, когда я включаю эту печь, я готов к мировой катастрофе на моей кухне. И когда выходит что-то неплохое, то я очень удивляюсь. Сейчас произошел один из таких случаев. Это просто изи. Изи-бризи. Божечки мои, должен был получиться квадрат. А это что? Он круглый. Нам пришлось так сделать, потому что... У тебя был только круглый противень? Другие противни не подходили по размеру. А можно мне маслица немного? Конечно. Он такой... Такой простой. Он просто идеален. Получилось хорошо, правда? Обожаю кукурузный хлеб. Это просто бомба. Я удивлен, насколько это было просто. Ни чуточку не тяжело. Кстати, как тебе текстура? Очень пышно и легенько. И очень хорошо. Мне кажется, некоторым людям нравится такая... Иная, более плотная структура хлеба. А этот, напротив, очень мягкий. Своего рода пирог кукурузный. Да, да. Именно он как пирог. Я не выросла на юге. У меня нет никакой эмоциональной привязанности к этому хлебу. Он просто мне нравится. Я вырос в Калифорнии, на юге. Я размышлял о том, что приготовить на эти выходные. Подай мне, пожалуйста. И я вспомнил, что в прошлом году мы сделали праздничный ужин на твоем канале. Я думаю, в этот раз сможем сделать что-то по отдельности. Ну, понимаешь, да? Глютен-фри, вегетарианские пироги. Я хочу, чтобы ты попробовал сделать что-нибудь из этой книги. Хочешь, чтобы я замутил пирогов? Да, здесь есть уйма пирогов. Ладушки, следующая остановка пироги. Буду делать их на следующей неделе. Как вам такое? Пироги с начинкой. Вишневый пирог. Летний пирог. И все они глютен-фри и вегетарианские. Еще она делает маленькие пирожки. Посмотрите. Клубничные пирожочки. Замутим Майнкрафт пирог еще разок? Нет. Ммм. Я думаю, если ты собираешься... Блин, я коротышка. Дай пять. Если вы собираетесь приготовить ко Дню Благодарения, или ты хочешь приготовить, чтобы в гости пойти, это просто офигенно подходит. Если вы, ребятушки, собираетесь на праздник к друзьям, прихватите это с собой. Чаще всего приносят то, чего не хватает. И это не помешает тоже. Еще надо масло обязательно притащить. Просто принесите масло в поясной сумке. Пусть люди макают его в сумку у вас на поясе. Ладно. Итак, вам, ребятушки, нужно будет разделить остатки, распределите куски между собой, только не деритесь. И запомните, если используете приложение MyFitnessPal, то вам даже не нужно его открывать, потому что здесь абсолютно нет калорий. Пеки побольше. Бэйб, я молю, пеки побольше. Пеки побольше, хозяюшка. Я люблю, когда моя хозяйка печет для меня. Нравится, когда я такая вся разодетая пеку для тебя. Либо когда моя хозяюшка готовит для меня. Да. Ты так горяча. Если вы ешьте рецепт, который попадает под критерий не быть слишком сложным и замудренным, и одновременно с этим не быть слишком простым в плане блюда, ну, как обычный хлеб, например, то тогда это то, что вы ищете. Вышло весьма неплохо на вкус. Это безглютеновая веганская стряпня держится одним куском великолепно. Попробуйте приготовить. Скажу я вам особенно в празднике. Я попробую не проглотить все сразу, но не могу дать никаких гарантий. Ладно, ребятушки, увидимся на следующей неделе на том же месте. Теперь ты можешь находиться на кухне. Ладно, дам тебе кусочек. Ну что думаешь? Что думаешь, деточка? Надеюсь, вам все понравилось. Встретимся на следующей неделе. Будем, как всегда, готовить и всем быть. Жду всех в назначенное время. Тащите с собой припасы, тащите все. Короче, до следующей недели. Пока. Группа Крови на пироге.